Новости сейчас в прямом эфире. С вами Павел Лазовик. Добрый день. Из Минска несколько часов назад стартовала экспозиция «Дорога к святыням». В путешествие по стране отправились 20 участников – священнослужители, литераторы, деятели науки, культуры и искусства. В преддверии дня родного слова «Благодатный огонь» выходит из алтаря главного храма страны – свято-духого кафедрального собора в столице, чтобы осветить новые дороги и церкви. Ну, по-перше, мы сами выступаем перед разными аудиториями. И, конечно же, текаются люди литературой, музыкой, пытания задают. Ну, и, конечно, мы, как удельники экспедиции, мы несем идею экспедиции, это духовность, шлях до Бога, шлях до святыня, шлях до возвышенных неких идеалов. С 94-го года праздник родного слова принимали 26 райцентров в Беларуси. Дважды Туров и Заславль, трижды Полоцк. В эту субботу центром торжества впервые станут Ивацевичи. Олафа Шольца освистали на предвыборном выступлении в Тюрингии за пять дней до региональных выборов ФРГ. 20-минутная речь канцлера неоднократно прерывалась яростными скандированиями людей, разуверившихся в работе правительства. Заявления политика о необходимости сокращения нелегальной миграции, о шагах по урегулированию украинского конфликта встретили свистом и криками лжец. Серьезный сбой систем связи и тревожные сигнализации в Нидерландах. Перебои начались накануне вечером. Причина пока не установлена. Главным образом проблемы касаются систем коммуникации экстренных служб. Утром было прекращено движение в аэропорту города Эйнтховен. Приостановлен прием и отправка рейсов. Связь с инцидентом пока не определена. Другие аэропорты Нидерландов работают в штатном режиме. Япония готовится ко встрече тайфуна Шаньшань. Местных жителей предупредили о сильных порывах ветра и ливнях. Местные авиакомпании отменили в общей сложности почти 200 рейсов. Приостановлено авиасообщение между островами. До пятницы отменили и несколько маршрутов высокоскоростных поездов. Без света остались более 13 тысяч домов. На данный момент скорость порывов ветра в зоне действия тайфуна превышает 250 км в час. Истинная дружба и духовное родство. В Ереване посол Белоруссии встретился с верховным патриархом, католикосом всех армян Горигином II. Его святейшеству передано поздравление от имени нашего президента по случаю дня рождения. Александр Конюк пожелал верховному патриарху успеха в работе на благо дальнейшего развития и укрепления белорусско-армянского взаимодействия. Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули традиционно дружественный характер отношений наших народов. Беларусь и Китай продолжают укреплять культурные связи. Сегодня в Национальной библиотеке в Минске открылся китайский центр книги. Около тысячи изданий подарила китайская коммуникационная международная группа. На полках разнообразие жанров от исторических хроник до современных произведений китайских авторов. Литература Поднебесной доступна на трех языках – китайский, русский и английский. Китайский центр книги создан уже в 15 странах Европы, Азии, Латинской Америки, а Беларусь стала 16-й. Больше информации у моих коллег в 15 часов в нашем эфире. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова